Слава Богу, молодежь! Я хочу, чтобы мы открыли Библию и прочитали этот стихий. Это 146-й псалом. Треки стихий. Он исцеляется к ручным сердцем и врачует скорби их. Другое место, это будет Исайя, 61-я глава. Я хочу, чтобы мы открыли внимание, послал меня исцелять с укрошенных сердцем. По-английски можно сказать, это broken-hearted. Это я смотрел на время на Viber, и кто-то posted, like, broken-hearted. Там был a little sermon, и там проповедник говорил. И знаете, сокрушенные сердца are broken-hearted. Размышляя сам себе, что это значит в нашей жизни, что значит в моей жизни, или что значит это, как кто понимает это сокрушенное сердце. Может, кто-то ответит. Anybody know? Anybody has his own definition or thought? A heart that has no hope. Можно так помыслить? Какие еще есть thoughts? Humble heart. That's part of it, too, yes. When you're broken-hearted, you're very humble. Знаете, самый лучший пример, когда можно это рассказать, это можно просто рассказать это на своей жизни. Знаете, на своей жизни человек может это самое лучшее, как он понимает или как он это понимает или пережил. Сокрушенное сердце. Но мы видим, что это сокрушенное сердце, это то сердце, что Господь ищет, что мы, каждый, мы имели это сокрушенное сердце. Например, братья и сестры, вы говорили, это свидетельство, и я тоже захотелось только за свою жизнь, за свидетельство. Я помню, я родился на Украине, и я смотрел на своих родителей, мы каждый смотрим на своих родителей, и мы смотрим, как они в церковь ходят, как они молятся. Я помню, мой отец пошел, и он получил Духа Святого. Это были первые дни, и я радулся, когда видел, что мой отец получил Духа Святого. И помню, оно время, моя первая встреча, когда я первый раз встретился с Богом, или что-то в своей жизни увидел, что Бог по правде есть, Бог слышит, и некогда, и много времени я размышлял, что Бог в моей жизни, я помню, когда отец мой взял меня и мою сестру, мы пошли собирать грибы. И случилось, что мы пошли на горку с сестрой своей, насобрали грибов, и она пошла в одну сторону, а я в другую, но мы двои покерялись. Мой отец мою сестру нашел, а моя сестра в то время сказала, что он, наверное, домой пошел. Мой отец тоже так подумал, а я в лесе там остался. Я помню, это был для меня самый первый урок, и я помню, как мои родители о Боге разговаривали в своей жизни. Я тоже, я почел, тоже думаю, я тоже, Боже, буду тебе говорить. Я начал, мне тогда, может, 4 или 5 лет было, я почел тогда говорить, Боже, если ты меня спасешь, если ты меня спасешь, я буду всю жизнь служить тебе. Я помню, у меня был страх. Как сестра говорила, у меня надежды не было ни на кого другого, мне просто надежда была на Бога, и что-то у кустов пошевелится, я сразу в бег боялся. И помню, уже начинает темнеть, уже солнце заходит, думаю, что же мне делать, темно сейчас будет. Я помню момент, прихожу на одно место, и вся уже, там был пенечек, вся на этот пенечек, кто-то дерево срезал, и думаю, что же мне делать. И смотрю, идет бабушка, я посмотрел, что за бабушка, я подхожу к бабушке, бабушка, помоги мне, я рассказал свою историю, она говорит, да, сыночек, давай, помоги мне, пару дров возьми, мне надо, я дрова пришел собираться. Бабушка уже 70 лет, она с палочкой идет, я думаю, как она еще в этом лесе ходит. Я подхожу, она привела в свое село, там один знал моего отца, получается, я где-то 50 километров от дому отошел. Я не знаю, как я 50 километров за день прошел, получается. Я не знаю, как это даже у разума можно подумать. Ну, я помню, человек знал моего отца, он взял меня, положил меня на мотоцикл, и мы поехали домой где-то через пару часов, мы уже приехали назад. Приехали, наверное, час с половиной где-то прошло, когда он довез меня домой. И так, это первый раз, это было то первое место, когда мне Бог просто меня коснулся, или Бог мне помог, Бог услышал мою молитву. И знаете, мы приехали в Америку, здесь, в то время было, как же можно сказать, в Калифорнии, тогда были ревностные браки, они молились о Духе Святом, я тоже желал Духа Святого, но это своя история. И когда мы были на кемпе, я помню, брат возложил на меня руку, и я получил Духа Святого, и у меня было самое первое слово, это было «аричанда». Я прошло время, я размышлял, что это слово было, я помню, мой отец, он старался делать молитвы дома у нас, и у нас проходили сосуды, я помню, сосуды одно время подходят ко мне, ты спрашиваешь Бога, что это слово значит, Бог открывает оно, значит, аллилуйя. Это было первое слово, которое было сказано через пророка, или через сосуды ко мне, и это как бы Господь отвечал на мои мысли. Знаете, время приходит, мы вырастаем, я уже становился тинейджером, а это и свои проблемы, и свои отхожения, и кажется, я забыл о Боге, как бы, можно сказать, даже забыл о Боге, я занимался своим, я играл в спорты, я играл в футбол, я играл в другие вещи, в компьютерные игры, и все такие проблемы. Я помню, я стал очень гордым одно время. Я стал очень гордым, я думал, что по-моему, я все знаю, я все понимаю. Я помню, приходит время, с родителями ссорился, с дома убегал. И помню, у меня бабушка, у бабушки моей было очень интересно, у нее снили сны, у бабушки, когда снили сны, они сбывались майже всегда, я наблюдал за этими снами, всегда было интересно. Вот бабушка, расскажи, сон он, через пару дней он сбывается, или через пару месяцев было очень интересно. И я бабушку свою очень любил, она много времени со мной привела, она мне даже старалась всегда Библию читать, молиться за меня. И помню, когда даже я был далеко от Бога, все знают Table Rock, и мы уже были там, но я некогда выхожу туда, своей женой, и смотрю на место, и смотрю на там, где я впал. Я помню, одно время я прыгал, девушке старался показаться, не рассчитал силу и прямо перепрыгнул. А если кто-то знает, то там камни нанизу. Я не понимаю никак, как я остался даже живой. У меня не было никакой кости поломатой, ничего не было, только пару царапин. Я прихожу домой, она minor concussion. Я прихожу домой, ложусь в кровать, просто вырубаюсь. На следующий день я иду, посещаю свою бабушку, мне говорит, у меня Дух Святой, я целый день за Тебя молился. Дух Святой мне что-то на сердце положил, что за Тебя целый день молиться. Я тогда просто себе вложил это в сердце, и так обычно ничего не думал. Я помню, у меня была очень большая гордость. Я решился, записался, я был в то время Marines. И помню, у меня начали становиться проблемы. Проблемы с каждой стороны. И кажется, я не знал, откуда найти себе выход. Я не знал, у меня проблемы на той стороне. Аварию попадаю, даю, машину вообще разбил. Другой машины у меня нет. А на одном месте леглик живой остаюсь, и не знаю, что случилось со мною. И все другое, у меня все начало разламываться. Сознаете, когда в жизни у тебя все начинается просто ломаться, ты начинаешь размешать, что не так, что происходит. Я помню, у меня всю жизнь начало ломаться, и я начинаю что-то понимать и не понимать, как бы Господь что-то со мною делает. Я помню, я прихожу к бабушке, бабушка, мне говорит, вот, последний сон, бабушка мне рассказывает, вот, вот я видела двух ангелов, я видела, как эти ангели взяли тебя с того места, в котором ты был, и они просто повели тебя в другое место. Я тогда имел в отношении с девушкой, конечно, не христианский, и я помню, у меня Бог сильно начал просто трясти, ломать. Я вам помню, такие проблемы у меня были, что я уже не выдерживаю. Пришел момент, я тогда дал, пришел, прихожу, Боже, ты знаешь все. Ты знаешь все. Боже, я вам уже рассказывал про дождь, как Бог меня посетил. Я просил, Боже, о дожде, я не буду рассказывать. Но после этого момента я решил поправить свою жизнь, я решил, Боже, я буду стараться Тебе просто искать. Я буду стараться как бы чуть-чуть Тебя искать. А ты, я понял, я почувствовал, знаете, и в этот момент я почувствовал Бога искать. Я помню, я искал Бога. Я, ну, у меня же грехи. Я guess у жизни человека стал addictions. Которые грехи, которые он хочет иметь свободу, но он старается, но не может освободиться. И у меня тоже были такие грехи. Я просто, просто выхожу, я помню, была сцена вот здесь, я выходил, может, каждый раз был вызов, я выходил каждый раз и просил, «Боже, помоги, дай мне свободу!» Я помню, в то время подходит пастор, и через него идет слово «Сын мой, я Тебя прощаю!» А это я каялся, я славил Бога, и помню, помню, другой раз, и трекий раз, мне даже три раза было сказано то самое. Я видел, Господь, что-то начался мне делать. Я смотрю за собой, да, мое мышление, я начал искать Господа, но я смотрю сейчас, какой я тогда был, у меня все равно та гордость была. Я помню, я же контракт тогда записался в Marine Corps. Думаю, что мне делать? Месяц остался, вот сейчас буду идти туда. И помню, момент такой, я встал и начал молиться. Да, было слово «Сын мой, это моя воля, я устрою, я сохраню тебя». Я помню, я пошел, знаете, те испытания, что я имел дома, они три раза больше, меньше там, в этой армии. Первый день мы заходим, мы в 75 часов не спали. Измученный, я смотрю, там линии такие стоят, эти солдаты, и смотрю, кто-то стоит, упадет, засанает. Мы друг друга ловили, кто-то падает, но друг друга ловил их. И было свои испытания, но я смотрю, а это в это время, я смотрел, это время Бог почал меня касаться. Чем больше было трудностей, чем больше я чувствовал, как Господь, что ты в моей жизни делаешь. I don't know, some of you may feel this, the harder it is, it feels God is so close sometimes. And the harder it was for me, and every day воно было испытание, every day you had some kind of problem, every day, все ложились спать, я читал слово Божие, and I would pray and cry out to God, God, помоги мне. Every day, что-то происходило. Я помню, помню, была такая страшная ситуация. Первый раз в жизни я видел такое и последний. Вот я помню, у нас был старший такой сержант. И он разозлился на нас сильно. Он взял своим кулаком, ударил по зданию. Я думаю, ну хорошо, кто-то здание ударит, то ничего. Но он так ударил, что здание потряслось. Но я не шучу, это серьезно. Такие, я первый раз такое в жизни видел. Тогда все еще сильнее начали бояться этого старшего сержанта. Но каждый день меня Бог испытывал. И знаете, чем больше я смотрю, я уже замечаю за собой, что у меня-то гордость. Бог просто после армии этой гордости у меня уже не было. Я помню, когда тебе в лицо плюют, обзывают, эта вся гордость в тебя уходит. И помню, когда последнее, последнее, я уже буду заканчивать на свидетельстве, когда я уже возвратился, я помню, возвратился уже после армии, и Бог просто начал мне касаться. Возвратился я возле армии, и кажется, вот там все испанки должны закончиться, но они продолжаются. Я помню, я начал искать Господа. Я начал искать Господа и Бог. Я видел, как Бог еще больше начал открываться мне. Я читал Слово Божие, это Слово, оно было так приятно, кажется, читаешь каждый стих, оно как, как ты читаешь, оно тебе так прекрасно, тебе читается, и ты просто хочешь плакать, как бы сам Господь говорит. И я помню, ты молишься, исполняешься Духом Святым, и как бы Господь сам тебе говорит, как тебя, Господь просто меняет тебя. Бог меня касается, я помню, начал новую работу, и как Бог просто-посто работает, и хранит тебя, ты можешь свидетельствовать другим, и как Бог просто берет тебя удел. Знаете, ну я хочу просто больше говорить о этом слове сокрушенное сердце. Знаете, Господу не нравится, когда у нас каменное сердце. Знаете, наше сердце, оно может быть каменное сердце от нашей гордости, от наших, от этого мира. Может, нам что-то нравится в этом мире, и мы отлаживаем Слово Божие в сторону, и знаете, эта грязь этого мира, оно делает наше сердце каменное. Эта грязь этого мира, наша годность, или грехи этого мира, оно делает наше сердце каменное, так что Слово Божие, оно не может проникнуть. И знаете, и уши наши, они закрыты эту грязь у этого мира. Они закрыты от Духа Святого, так что Дух Святой, хотя он может говорить, и по временам касается, но оно не достигает, потому что наше сердце, оно не на правильном месте в нашей жизни. И я в своей жизни просто дал пару примеров, как Господь, Он начал меня ломать, Он почал сокрушать мое сердце, Он почал сокрушать мою жизнь, Он почал сокрушать каждый час моего мышления, моей гордости, до того времени, пока эта гордость, у меня просто гордость, и это не стало. До того, момента, когда мое тело уже просто не смоногало, до того времени, пока я просто был разбитой душою. На это Господь хочет, что наше сердце было broken in front of God. Он хочет, чтобы наше сердце было сокрушенное перед Ним. Он хочет, чтобы Он мог говорить, и наши уши, не говорю наши физические уши, но говорю наши духовные уши, уши нашего сердца, они могли слышать голос Божий, что Дух Святой, Он не мог, Он мог прийти в наше сердце, коснуться, и мог войти и учить каждый без нас. Знаете, it's really hard. В Библии написано про горшечника. Когда горшечник, и когда клей этот мягкий, он легко mold into anything he wants to. Но когда он уже камень, когда он уже, его нету другого выбора, как его просто разломать, потому что он неправильный, и выкинуть. И знаете, и Господь, если у тебя есть какая-то трудность, если у тебя какая-то проблема, I am almost 100% sure, потому что Господь работает над тобою. Господь хочет достигнуть твое сердце, Он хочет, чтобы твое сердце стало мягким, Он хочет дать тебе победу в твоей жизни. Знаете, some of you might be struggling with sin. Some of you may be struggling with the internet. Some of you may be struggling any problems, multiple problems there could be, self-esteem или другое. У братца, истра, знай, что Господь, Он хочет, чтобы ты сегодня открыл свое сердце Ему. Что твое сердце, оно стало вопиющим сердцем Господу, что оно плакало, что оно искало Господа. Я могу сказать, возьмите из моего примера. Зачем? Я смотрю на многие браки сегодня, смотрю на них и сравняю их с собой, думаю, какие браки у нас умные. Я же такой, когда молодой, был не такой умный. Я смотрю, и sometimes I'm very happy that God really gives you guys wisdom. But in all that, I still want you guys to get closer to God. И знаете, и после много времени Бог меня освободил от всего. Бог почал касаться меня Духом Святым. Бог меня почал, и пришел, я помню, мои моменты в жизни, как Бог меня учил, слышал голос Господень. И знаете, и когда я познал Господа, when you truly get to know God, is when you truly have a real relationship with God. Он не ты больше, ты самый больше познаешь Господа. Когда Дух Святой, Он тебе над тобой работает, Он тебя учит, Он касается. Когда у тебя есть проблема, когда Дух Святой тебя наполняет, Он проводит через эту проблему, you truly feel God что-то делает в твоей жизни. И могу сказать, there are multiple problems in my life. Multiple times. Я нуждался в исцелении, моя жена нуждалась в исцелении, мне мои дети нуждались в исцелении, и знаешь, кто первый был, выходил настоящий человек, это Дух Святой, это Бог. И как мне хочется, чтобы каждый из нас, чтобы каждый из нас мы чувствуем Дух Святого, что каждый из нас мы могли исполниться этой силой, мы могли ли иметь это сокрушенное сердце. Just a few testimonies, и мы будем молиться. А это я помню один раз, а у нас дочка Анетта, она считает третья у нас. А помню, у нас была проблема так, что когда она еще была in the stomach, in the womb, if you guys know umbilical cords, and umbilical cords are usually, it's like a feeding tube for the child. And this umbilical cord was hanging there by the veins, the veins was holding it. It was pretty much detached, the only thing that was holding it are the veins. You know, I remember the doctor at the time he told us, слушай, мы не знаем what to do anymore. I don't know, you might, I think you're going to have a miscarriage. Ты не прыгай, ты ничего не делай. And we're thinking, the baby's five months old, you know. Я помню момент, мы начали молиться. We prayed, we seek God. We come in in two, three months, and they're like, we don't know how, but this umbilical cord, it grew back in its own position. It's attached. Слава Богу, praise God. I remember my son Samuel. Мы женою. There was one time that God really visited us, and the devil, the devil doesn't sleep sometimes. I am помню, детки там, комнате, играются. And when we, in the morning, we filled up with the Holy Spirit, we're praying. Now suddenly, we hear a cry from the room. I am the first one in the room. I go see what's going on. We have bunk beds. And my son, on upal, and he's on the floor. He's not moving. He's not moving his hands. He's not moving his, and he's just laying there, and he's just crying. The only thing we could see, he could, he could, he could cry, and barely move his head. And we thought, at first thought, it's like, did he get paralyzed, or what just happened? I'll pull me, at that moment, I'm like, I feel faith. I take him, we put him on the couch, because he's not moving. And we just start praying, in the name of the name of Jesus Christ. Now, in that moment, I could see, the more we fill up with the Holy Spirit, we see, he starts moving his fingers, his hands. And we keep praying. It doesn't matter. And to the point, we see, he gets up and starts running, like nothing ever happened. God is merciful. I remember, I want to bring one person to you. I want to bring one person. 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 At least one person pokails. And this was an amazing moment. I took a post, I took a prayer, and I said, God, I'm willing to fast, I'm willing to pray. I was working in a security job, там была такая лавочка, where the bus stop was. And I see this older gentleman, I could see his face в ранах таких, and I'm like, he's just crying. I'm like, hey man, what's going on? The doctor told me I have a month to live. And I remember at that time, I'm like, this is a perfect opportunity. I'm going to pray, I'm going to, he has only a month to, I won't go into full details. But at the end of the thing, I'm like, do you want me to pray for you? He's like, yeah, pray for me. So I said 10-15 minutes, I went and I said, and the next time he comes to me, yeah, but I started reading the Bible. And every week he would come to me, like two days a week, and we would talk about the word of God. We would, and he would leave. But I would just keep praying for him. And I see his face, his face, and one month, two months, three months, I see that he already has a lot of weight. Your face, it was like by fifth or sixth month, your face was all cleared up. But it's like, it's like, I could see that God's really, I смотрю, he's like, I started writing articles about God. And I started, and he's like, he goes, I'm going to go, is it okay if I go to downtown to preach? I'm like, yeah, I'm going to pray for you. And he would come back from downtown, and he would tell me, I saw preachers down there. I'm like, well, what were they preaching? Were they preaching the right stuff? I'm like, yeah, they were preaching about the word of God, but I don't think they know God as well as I do. And I started speaking, and I just saw his character completely change. You know, I was happy that God healed him, but the most amazing part of that is the passion and the love he had for God. The relationship he had with God. And Khochitsa Shabkash did not have a close relationship with God. And maybe some of you have problems in your life. Maybe some of you have certain sins, and you've been fighting maybe years. You know, I'd say, yeah, I'll say, it is hard. It is hard sometimes. But I could tell you from my own experience, God freed me, and God could free in each one of you. I remember, I have a heal on stage almost every single time, and for a while. So God can definitely free you guys. I'm sorry. Will you hear my voice? Thank you. That's it.